Вечер добрый, это Восститут онлайн. Так, и сегодня по традиции, как обычно, начнем с новостей, отчетов. Значит, Евроцентробанк на неделе оставил пока на том же уровне процентную ставку, в принципе, правильное решение. Пока нет особых позитивов, чтобы ее поднимать. Ну, возможно, там какие-то свои процессы регулировки кэша, но пока вот, Драга сказал, рынки отреагировали. На следующей неделе, в понедельник, по Германии отчеты индекс деловых ожиданий и индекс делового климата, это в 12 часов будет. Ну, те, кто DAX торгует, в принципе, аккуратнее в это время. Продажа нового жилья, ну, в принципе, мы видели отчеты на этой неделе, по штатам, не особо там, прям все хотят строить новые дома. Вот. И безработные, отчет по безработным Франции в 12.00, также в понедельник. Во вторник интересный отчет будет по ВВП Британии 27 октября. В среду объем промышленного производства Японии и ВВП третьего квартала по штатам. Также будет отчет на следующей неделе индекс ведущих экономических показателей Швейцарии КОФ. Используется как опережающий индекс. Как только появляется отчет о нем, либо же прогноз по отчету, я стараюсь упоминать о нем, это будет отчет в пятницу, предыдущий показатель 100,4, и аналитики прогнозируют 100 ровно. Незначительное снижение. Также в пятницу будет отчет по безработице в общем в евросекторе. И самое важное событие – это решение о процентной ставке Российской Федерации. Сейчас 11%. К сожалению, аналитики не могут ничего прогнозировать, по крайней мере, данных таких нет. Также не знаю, что будет с процентной ставкой. Ну, понизят это хорошо. Для РТСа можно будет аккуратненько строить точки, ну, сценарии на покупку. Ну, позитивно для… главное, чтобы нефти сильно не упало. Так, секундочку. Пам-пам-пам. Секундочку. Так, по отчетам крупных компаний, кто не следил за отчетами на этой неделе, несколько крупных банков по штатам отчитались очень нехорошо. То, в принципе, я смотрел отчет очень плохо. Плохо очень. Морган Стэнли читался даже хуже того, что прогнозировали аналитики. 0,5. Вышел отчет 0,3. То есть, ну, просто потом IBM тоже плохо читались. Банк Нью-Йорка якобы лучше прогноза, но там на 1,1 и по сравнению с предыдущим показателем ни о чем. Потом, интересно, кто еще с провалом отчитался. Северсталь так и не увидел еще одно. NASDAQ аккуратненько в прогноз вписались 0,88, отчитались 0,88. Microsoft тоже почти тютелька в тютельку, чтобы не было негатива. Ну, вот, в принципе, и все. Так, и на следующей неделе... На следующей неделе у нас отчитывается Akron в понедельник. Beric Gold. Потом отчитывается, судя по списку, очень много компаний, связанных с золотом. Beric Gold. Там еще какие-то... И... Сейчас не могу найти быстренько. Gold Corp. CME Group. Это в четверг отчет идет. И... Мастер-карт. Ну, в общем, банки, судя по всему, уже читались. На следующей неделе из крупных банков таких... Намура и HDFC. Ну, тоже с вопросами. Так, ну, более-менее... Как вам эта неделя по... Движению? По... В принципе, секторам и... Странам, как видите... Более-менее месяц прошел... Практически на всей планете. Кроме... Вот такой компании, как... Вариант фармацептика. В Канаде. Что-то там у них не очень хорошо. И у Израиля там тоже фармацептика дает сбой. Видно, никто не болеет. И... В Британии там одна компания... Ну... Без этого никак. А так, в принципе, более-менее особенно радует Китай. Потому что если Китай рухнет, то я думаю, что... За собой притянет очень много. Вот. Если взять по... Кварталу... Ситуация печальная. Ну... В принципе, лето не бизнес-сезон. Сейчас посмотрим, как... В декабре... В январе пойдут отчеты. Там уже интереснее будет. Видите, очень много банков... Известных, очень крупных. Не очень хорошо квартал закрывает. Вот. Так. Ну, это... Как это назвать? Скриннер. Финвиз. Такой полезненький сайт. Так. Идем дальше. По... Новостям, в принципе... Практически все. Так. Хорошо, Карлос. Окей. Стенную ссылку. Так. Продолжаем. Теперь по... Рынкам. А... Из... Интересного... Прошли некоторые обновления в программе. Обязательно смотрите System News. Добавили... Ым... Эээм... В classer chart и box chart. Ээээ... Скорость рынка. Эээ... 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 ну все по чуть-чуть так как только вот видите вчера и позади сегодня и вчера включили эти сервисы вот поэтому еще не протестировал в должном образе полезность данных сервисов максимально нужно немножко собрать истории статистики по адекватности и важности информации и тогда я смогу вам дать где-то через недельки 2 дирдикт сейчас пока толком и не настроил даже так ну начнем с ртс будем сегодня ломать традиции публичных трейдеров сегодня трогать не будем там как видите так хорошо так начнем сразу с разбора сделок ой не сделка с ртс вместо snp сначала рассмотрим российский рынок а потом уже зарубежная потому что многие по вопросам непосредственно интересуются российским рынком зрители волосит онлайн так чуть-чуть корректируем уровня ну твердо пока держит 85 86 на ртс отмена даже удивилась среда четко отработали уровень и пока вот в коридоре удерживают индекс не так не получилось расширить не пускают и целеры было бы позитивнее и более четко показали бы агрессивность байеров если все таки сегодня пробили этот уровень сопротивления но прямо читались тютелька в тютельку по 88 200 и 88 650 так сейчас выделим ядро текущего контракта для ориентиру отключим склейку по поводу рейтинга если видите какие-то нестыковки либо же не точность просчета сразу пишите делайте скриншот первую очередь сразу пишите в тех поддержку посмотрят может действительно там какие то есть видосчеты так первое ядро тоже сформировали крупные в этом контракте в декабрьском 77 79 100 уровня как раз быстренько толкнули на 89 и вот пока ждем принципе если на следующей неделе как раз пятницу отчет по процентной ставки и нефть особо не подкачает то есть шансы увидеть маневр на выброс байеров если понизят процентную ставку это только хорошо для экономики это дешевле кэша значит можно побольше брать кредит и вкладывать в разные направления развивать бизнес если нет не упадет а еще и вырастет больше дохода будет по газпрома значит за ним потянется ртс поэтому торгуют на ртс вот судя по всему могут немножко еще раскачивать до пятницы индекс и если будет сильное движение по нефтянке именно в течение недели там торник среда четверг может быть те кто ну приближенные люди и будут знаете понизит либо не понизит просто на ставку будут заходить агрессивная думаю пока пока не поздно поэтому внимательно следите вынести могут и в до 84 там посмотрим может еще аккуратненько протестирует 85 идут наверх ну здесь первый барьер и первый блокпост 188 288 650 там уже чисто на психологический уровень вот 90 уже останется дело за мало так ликвидность держится на удивление видите не сильно упала после вливания на аршение коридора за 84 и это в принципе хорошо в комплексе по чарту сейчас включим дельту вот такая дельта на этой неделе 16 числа еще на максимуме хорошенько 40 тонн качанули селлеры и вот четверг более-менее на двадцатки закрыли байеры и сейчас уже 7000 хотя не пробили вот этот барьер восемьдесят восемь четыреста здесь три дня размещались селлеры давайте выделим этот левел восемьдесят восемь сто восемьдесят восемь четыреста даже можно заплатить спокойненько так 87 800 вот три с копейками дня тут неплохо поработали поэтому пробить и этого уровня это будет достаточно хорошим признакам мы в целом для продолжения роста так дельта в проценте здесь у нас 2 из 7 таких уж и сверх аномальных пока нет я я уверен что это связано с тем что участники рынка ждут определенной информации и от штатов и евросоюза и от процент наставки по российской федерации и тогда уже ну я думаю что неделя если еще будет не из легких потому что перед ожиданием начинают в капризничать крупные драки раскачивать могут волатильность устраивать такую темную темный период в торговле и потом когда уже читаются сразу начнется сильный импульс как раз вот похоже на тот который создали в начале контракта простояли во флете рванули наверх эти раз два три четыре пять шесть сессий шесть сессий все боковик за неделю куда-то уйду там на 100 100 108 например и все из и зависнутом но еще на две недели а в этом боковике которые две недели будет там там и лучи и закончится по неделе в принципе набрали позиции немножко ее удерживают их тут несущественно скинули вчера и сегодня даже чуть-чуть прибавили несущественно но и не скидывают то есть пока вот судя по всему верят возможное продолжение либо уже затарили шортами ждут не дождутся подальте там более-менее фигурирует на покупку но опять же это индекс и как только нефть и крупные акции фондового рынка сиганут на продажу сразу покупатель начал сбрасывать позиции по салон салон скушить ну особенно на этот маневр нужно обратить внимание массив которого в пятницу сформировали если у него будете отталкиваться в понедельник тут принципе виду формировали уровень игро недели даже заплатим 87 ровно и 2 опорный массив для байеров это 85 986 400 ну и сопротивление 88 500 600 по 88 тут как видите ликвидность шла очень на максимуме не сильно вот под закрытие похоже что давайте посмотрим сессию за то есть открыт интерес за текущую сессию что же там произошло по фиксируют да видите как только увидели рост начали открывать позиции вернули котировку обратно все вышли то есть похоже что только и только и ждут чтобы индекс ртс пошел на покупку и мучают мучают участников скидывают снова так что придется немножко подождать и пока не считается по процентной ставки могут немножко усложнять торговлю поэтому кроме рубль он же томик так ликвидность обороты были порядка 5 миллионов в среду и сегодня также тенденция модель не из лучших не самая удобная для торговли модель тренда когда плита рухнули плита то есть ну и так же сам на рост тяжело сориентироваться в плотном флете и уже поздно заходить когда они из него вышли не дают никому зайти и выйти в общем так самая топовая сессия на споте было будет 7 10 вокруг этой цены собственно и формируется пока площадка предел 63 и 10 массива этого и нижний уровень это 61 вот в этой коробке удерживают пока рубль и на удивление пятница достаточно ликвидная была перед выходными затарились давайте посмотрим по дельте куда они там затарились так 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 как по себе профайл мы можно отласить чарльз Ух ты, классное масштабирование. По агрессору пока вот дельта в таком формате, причем, как видите, 785. 1000 за на стороне байеров, а в среду, в четверг, достаточно низкий уровень был, судя по ликвидности, как раз и ликвидность сегодня совпадает, хорошая ликвидность. Так, еще хотел показать евро, тоже спот. Делаем вот так вот. А вот по дельте какая ситуация на евро-рубль. Здесь уровень 79, так неплохо закинули селлеры, если даже по бедас посмотреть, там на одном уровне на 60 тысяч разницы только. И сегодня продолжают, причем, учитывая фиксацию селлеров за эти три сессии, все равно дельта на стороне продавцов. 72 на протяжении недели еще можно зафиксировать. Потом рубль, собственно. Ситуация на самом рубле отпечаталась по гвессорам. И открытый интерес, сейчас посмотрим. Так, ну, ликвидность держится на уровне, причем начинаем вот с 1 октября в районе 4-3 миллионов. И вот не падает, самая такая, 19-го числа была такая пассивная сессия. И поддержка у нас 62-250, 62-550, даже захватим 62-650. Тут две сессии, потом три защищали, и вот пятница почему-то решила либо попрощаться, либо все-таки атакует. но, судя по модельности, могут и атаковать. Посмотрим, как будут открытия после выходных. Но в этот тур не очень важно пробить, 64-300, 63-850 кто на покупку стоит, а поддержка, ну, тут очевидно. так, и по дельте, на этой неделе вот такие капризы. вчера была такая активность серьезная на стороне селлера. И, в принципе, коридор вот 63-400 по 63-800 активно прощупывали. Но сегодня сразу ситуация изменилась еще в два раза больше, чем вчера дисбаланс на стороне байера. Если толкнут выше 64-й, это, конечно, не самый хороший признак для продаж. Ну, в общем, смотрите, ориентируйтесь. Вот, 19 числа уже были попытки толкнуть выше. И вот в пятницу, опять же, такой же подход, причем пятница вроде как защищает уровень байеров, который был еще с понедельника. То есть, вот, поэтому пока не пробьешься 2 500, 62-300, снижение может быть под вопросом. Опять же, процентная ставка в пятницу до выхода этого отчета можно будет несколько раз изменить сценарий торговли. Поэтому, может, боковичок будет, либо же неадекватная смена тенденции постоянной. Ну и за Сирией надо смотреть сейчас. Давайте, наверное, еще закладим Сбербанк Газпром. Немножко фондового рынка не помешает, я думаю. Трансэро. Трансэро. Напомните, какой тикер там. Так. На Сбербанке вот как раз со следы более-менее проснулось ликвидка, ой, вернее, не со следы, а недельный период, господи. Осенний период, вот. В осенний период начался приток ликвидности и удержали 72-ю и 71-ю, что, в принципе, после третьего выброса Бастопам, это упростительно для Сбербанка. Это он еще был добрен. Мы выделим 73-ю и опорные точки, из которых пока отталкивается Сбербанк. Сбербанк. И 800-ю 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 и 800-ю. Значит, чем выше, тем ниже ликвидность. Ну и понятно Айр Сейчас Сбербанк, Газпром Разберем и Глянем на трансаэро Если получится Так, 77 83, вот так вот Затаривают, поддерживают И 82 на движение ушло 82 и 64 Ну, не топ, но все равно В общем, Сбербанку Те, кто затарился в районе 70 Или еще ниже Надо Кровь из носа 64 Отстоять И не уйти ниже Более Старая уже Еще с 2004 года Когда обвал был Уровень поддержки на 60 63 Ну, мы уже выделяли этот Левел Давайте посмотрим Теперь по текущему Вот, где-то с апреля На дневном интервале Ну, чтобы более точно выделить Необходимые уровни Здесь Абсолютная Плита И Ну, уровень Важный для Опорной точки То есть, если В покупке стояли И не пробили этот уровень То есть, еще можно держать Потом, еще захватим 87 На РТС Не так уверенный Конечно Давайте посмотрим Дельте у нас В Сбербанке Как выглядит там ситуация Напомню, что у нас Маркировка идет Непосредственно с биржи По агрессору инициатору сделки И Четверг Пятница Особенно пятница Сегодня Три Оборот На стороне Байера Ликвидность 13 Из 13 Миллионов Дельта ушла На 3 На стороне Байера Ну, ничего Процентном соотношении Да, 23% Ну, это Вот Выше 20% Это уже неплохо Есть такие Дни, когда По 40% На некоторых инструментах То есть Очень Сильный перевес Так, ну Удерживают Хорошо Это хорошо Так, Газпром Тут, опять же Ситуация С нефтянкой Плюс Штаты Там По запасам Сыру нефти Считались Как-то Не очень Хорошо Вроде Мол, типа У нее много Если я не Не ошибаюсь Так Значит Стратегически Важный уровень 132 135 Тут Ну, понятно Потом 6,4 Оборот Был В районе 145 Такое ощущение Что вот Аккуратненько Зашли И не пускают Ниже Вот Откатились На 139 Здесь Как Нефтянка Будет Все вести Поэтому Вот видите Ушли в режим Ожидания И вот Не больше 3 миллионов Практически С 9 12 Числа Идут Оборот По Дельте На Газпроме Situation Так Это Процентное Соотношение Поэтому Мы сейчас В чистом Виде Дельта Вот С 5-го по 9-е число Активно 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 Расширяли коридор И на самом Последнем В импульсе Паттерне Ну Сессия 9-го числа Прямо Такой Топ Сделали По Дельте 16-го числа Здесь Неплохо Населили Селеры На 142 141 Можете поставить Значение Как Сопротивление И Хоть Здесь Прайскел Ежат Давайте Мы сейчас Оставим Хотя бы В таком Формате Видите Неделя Вся прошла На Продавцах И Уперлись Вот 139 На ней Висят И В принципе Неделя Там Закрылась Поэтому Если Удержат Ее 139 Нефтянка Не уйдет Еще есть Шансы На Продолжение Либо Хотя бы Сохранение Тенденции Либо Ковичок Но Шарты Также Если не Ошибаюсь До 2019 Года Должны Провести Вот Эту Ветку На Европу По Трансферу Газа Поэтому У Газпрома Четыре Года Будет Достаточно Большие Расходы Им Надо Держаться На Плаву Вот Инвестиции Долгосрочные Делает Компания Это Хорошо Так Ну Вот Вполне Может быть Что За эти Четыре Года Немножко Просядет Акция Ее Можно Будет Подхватить Где нибудь Так Неплохо И Потом Как только Официально Откроют Ветку Сразу Я думаю Пойдет Даже Раньше Времени Стремительный Рост Вне Зависимости От Стоимости Нефти Так Так Ну Вот такая Ситуация На Газпроме Я так понимаю У них Абсолютная Неуверенность В том Что Может быть И Все Вот Недоумения Ну Сегодня Минус Как-то Там Очень Грустно Получилось По Газпрому В последнее время Ну Я думаю Наладится СНП Сейчас По индексам Пробежимся Быстро Значит Да кто же Это такие Цвета Поставил Яркие Ух ты Так Вот Уровень На этой Неделе Доформировали По классике По-американски Как они любят Выбросили По стопорям В среду Всех И пошли На На север Значит В пятницу Висит Прям На максимуме Недели Ликвидность В районе Уровня Недельного Но не топовая Топовая была Как раз Вот на Рыбок Они бросили Эти все Объемы Поэтому Для сохранения Вот этого Среднесрочного Тренда Надо Не пустить Ниже Тридцать Четвертый Срок Седьмой Давайте На дельте Сейчас Увидим Так ли Это А или Не так Ну Как видите Напомню Что Я Прескейл На Улсит Онлайн На Многих Графиках Сжимаю Для того Чтобы Демонстрировать Чтобы Вы могли Видеть Общую Картину Инструмента Потому что Если Например На РТС Включить Стандартный Прескейл Ну Вы Увидите Пару Пару Цифр Всего Лишь Вместо Все Недели Или Всего Года Но Для Дельты Например Это Нежелательно Вообще Как бы Сжимать Тиковый График Тики Несколько Пять Тиков Сублимировать В один Не самое Полезное И точное Занятие Поэтому Рекомендую Уже После Улсит Онлайн Подкорректировать Точность Уровней Там Вместо 0.25 Место Стоит Один Сейчас Чтобы Картина В общем Была Ясна Насколько Активно Работают Байеры Либо Селеры И Какие Уровни В общем Уже Прошли Ну Вот 22 20 39 20 48 Могут На следующей Неделе Прощупать Этот уровень Попробуйте Не пропустить Этот момент Возможно Возможно Будут Защищаться Байеры Так Ну И По Финвизу Вы Видели Что Там Более Менее Как бы Месяц Прошел На позитиве Сильно Не рухнули На фондовом По отчетности Как бы Ну Они Натянутая Отчетность Нам видно Что Хотя бы На одну десятую Но Чуть Чуть Больше Чем Ожидали Ну Аналитики Делают Данные Но Это Прям Уже Смешно Становится Прям Так Точно Вот Ну И Пятница Собственно Висит На макушке Учитывая Движение За два Дня Могли Сбросить Перед Выходными Байеры Свои Позиции И Дельта Ушла Бы В отрицательную Сторону Но Даже С Учетом Сброса Интердейщиков И Среднесрочников Внутри Недели Все равно На Стороне Байера Где там Мафия Секс Тут 15 минут Ну После Подтверждения Того Что Драга Не Выключает Печатный Станок Главное Чтобы Не Пробили В дататуре 32 33 Более Точно Вот Массив Абсолютно Свежих Уровней Текущего Контракта Вчера И Сегодня Ликвидность Топовая За неделю Да и В принципе В общем Если смотреть За контракт 31 Подгрузили Перед движением По 30 71 И вот Ждали Прощение Процент наставки Пожалуйста Получите Распишитесь Будет Корректировка Либо же Уйдут Не Пустив Никого В Путешествии На Север Посмотрим Дозагрузка Промежуточная Где Отошла Вторая Ступень Уже Это Вот 33 45 33 54 Могут Протезить Там Понедельник Вторник Если Не Пустят Ниже Того Уровня Только Усилит Уверенность В том Что Байеры Стараются Очень Сильно Немец По Отчетам 2015 Года Компания BMW Китайский Рынок У них Сейчас На первом месте Продажам Авто Не штаты Китай Так Это Да Ксиус И он В принципе По Дельте В последнее Время Очень В хорошем Адеквате Мне Нравится В принципе Есть еще Британский Индекс Он тоже Неплохой По Дельте Хорошо Не сильно Запачканное Ну И не так Популярные Эти индексы По Сомнению 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 Из которого Ушли Там Уже Смотрите Внимательно Потому Что Могут Подставить Итак 1-1 В пользу Драги 1-0-9 В общем Площадка Здесь Уже Однократно Фигурировала Самые Топовые Две Сессии Все Еще Не Пустили Выше Четырнадцатый Ну В общем Плита В районе Четырнадцать Тринадцать Пятьдесят Промежуточная Загрузка Вот 1-12 11-65 Тут Они Вчера Тоже Хорошую Сессию Оставили Четыреста Три Тысячи Оборот А В среду Было 116 В четыре Раза Больше Ликвидности С рейтингами Я Как бы Пока Ничего Не решил Те Кто Ну Видит Что Он Неправильно Некоторые Моменты Отображают Пишите В Текст Саппорт У Нас Прислушиваются Клиентам Внимательно И Просто Зачем Ну Вести Этот рейтинг Если Он Вы говорите Неправильно Показывает Давайте Решим Проблему С Отображением Данных В рейтинге Трейдеров Может Действительно Что-то Не так Прочитывается Самое главное Делайте Скриншоты Потому Что В Скиншоте Можно Разобраться Где Там Тут Фьючерсы Пока Рассматриваются Опционы Дело Такое Ну В общем Так же Самое Возьмите На Заметку 1.12 Если Активно Будут Затаривать По Ликвидности И не Пускать Выше Вполне Могут Как раз Вот Создать Направление По Равноудаленному Каналу На Снижение По Еврику Так Фунтяка Так На Фунте 55 По 55 Ой 54 30 Интересный Коридорчик Три Сессии С Моментов С Моделью Снятия Стопов Расширяют На Юг Сейчас Вот Пришли На Массив С Которого Были Попытки Создать Динамику На Рост До 56 57 Могут Попрощаться И уйти Выше Поэтому Вот В понедельник Внимательно Посмотрите Как Работают Байеры Если Плохо То Может Вторник Откорректируется До 54 Либо Понедельник Среда То Самое Главное Чтобы Не Ушли Выше 64 Там Как Видите Британцы Любят Ровные Числа Ну Это Технический Саппорт Там Они Уже Знают Все Мелочи Детали Которые Настроены В Просчетах Формулы Все Остальное Так Ну Вот Так Ну Так Вот Так Ну Падают Неуверенно На самом деле На Неделю Хоть И Немножко Ликвидности Было Вчера Но Как Видите Фунт Может Показать Действительно Падение За 2-3 Дня Пройти Еще Больше Движения Тут Как Они Неуверенно Сползают Я бы Даже Сказал Поэтому Ну Не Все Я думаю Еще Сказано Этим Поэтому Может Быть С Движение Выше 56 Поэтому Аккуратнее В Принципе Если Будет Видно Что 52 90 53 45 Как То Не Очень Хотят Пробивать На Продажу То На Хорошей Ликвидности Могут И Уйти На Север Поэтому Все Внимание Этому Коридору Отстоят Байеры Может быть Рост Нет Стоят Я бы Повременил Так Ну Совсем Не Манипулятивный Рынок Не Подконтрольный А Здесь Все По Настоящему Управляется Спросом И Предложением По Настоящему Вот Как Учат Всех В Институтах И Прям Вот Так Вот По Настоящему Большой Спрос на 44 Нет Слов Просто Так Печально Что 48 Так Все Так Не Попробовали Закрепить И Снова Вернулись На 44 На этой Неделе И Ну Хоть И ровно Идут По Ликвидности Без Особых Аномальных Вливаний Но Все равно Держат Постоянно Вот В Напряжении По Лайт Если Уйдут Ниже 44 Тут Уже И Думать И Делать Покупки Нужно Осторожнее Лучше Вообще По Времени Если Уйдут На Сочной Неделе По По 46 8 И В принципе Там 47 Будет Там Торнек Среда То В принципе Неплохо Фактически Вот Эти Массивы По 2 Сессии Если Понедельник Пусть Там Даже Подгрузите Немножко И Вторник Среда Уйдут Выше Было Бы Неплохо Но Запасы По Штатам Нефти Вроде Бы Как Не Так Уж Мало У них Нефти Да И Кто Проверяет Эти Запасы Как Напишут Так И Будет На Если В принципе Могут Протестировать По сценарию В понедельник Вот этот Массивчик 45 45 5 5 И Попрощаясь С ним Пойдут Еще Ниже Это Будет Конечно Вы Можете Представить Сколько Вот Здесь Ниже 44 43 С Половиной Будет Стоять Разных Стоп Приказов Либо Приказов На Пробитие На Вход То есть Тут Думаю Такая Горячая Будет Амплитуда И Ликвидность Сразу В разы Вырастет Технический Анализ Он Там Не Оставит Без Внимания Этот Уровень Поэтому После 44 Я думаю Даже До 41 75 85 Лучше Не Трогать Там По Кнопку Бай И У И Отложенные Родера Может Быть Печалью Такие Очень Очевидные Уровни Агрессивно Расширяют Поэтому Аккуратнее Идентичная Схожая Ситуация Чуть Чуть Конечно Попроще Ведет Бренд Марка И Фьюж В принципе В целом Три сессии Стоят Там Они Немножко Снижение Показывают Здесь Три сессии Стоят В коридоре И Ликвидность Не аномальная То есть Похоже Что Действительно Стоят В ожидании То есть Не просто Там Всех Собирают На покупку Либо На продажу Стоят Потому что Ждут информацию От рынка Адекватно А ее все нет И нет У нас НСЛ Но это НСЛ Давайте посмотрим Бренд Который торгует На форс Так Это не бренд Который торгует На форс Нам надо Бренд Который торгует На форс Там Бэр Води Да Ой Я забыл Про Трансайро Сейчас Смотрю Так Ну С учетом Движения На продажу Тут Двести С еще Как-то Закрыли С Активностью Байера На удивление Ну Без фанатизма Я скажу Сейчас По открытому Интересу Как они там Видят Нефть Вот так вот Набрали позиции В общем На Бренд На форсе Причем Начиная С 48 И 4 И Заканчивая С 47 7 Весь Этот Путь Был На Открытие Сделок Ага Понятно Понятно На Неделе Рынок Идет На Шорт Ну Вернее Нефть Ушла С 50 На 48 А Позиции Все Больше Больше Крыли Ну Тут По По Ситуации 48 И 5 Это Контрольный Уровень Если Будут Выше Него Еще Есть Шансы На Рост Но Судя По Тому Как Качают Уже Рынок Посмотрим Нижний Был Пост 47 И 5 47 8 Это На Поддержку На Всех Случай И Так Ранс А Тайр Давайте Символ Кап Кромно Считывается На Сущем Деле Кап Максим Кап Кап Слушаем Кап У меня Кап 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...